Так как у нас было там более 55 регистраций, но посмотрим, кто дойдет вживую. География, да, пишите в чат, кто откуда. Я, допустим, сейчас нахожусь в Майами. Я в Лос-Анджелесе. Екатеринбург, класс. Я думаю, у многих уже вечер. Спасибо, что вы нашли это вечернее время и решили провести его с нами, и инвестировать это время в ваше развитие. Днепро, моя хомтаун, мой дом. Рада слышать, рада видеть. Камила, привет. Скучаю за Днепропетровском иногда. Красивая набережная у нас там. Нью-Йорк, класс, чудесно. У нас и Америка, и Россия, и Украина. Замечательно. Класс. Я думаю, мы будем начинать. Да. Девчонки, хочу вас попросить, если у вас еще нет с собой рядом ручки и блокнотика, возьмите ручку и блокнотик. Они вам будут полезны. Вебинар короткий, информации много. Многое будет пролетать. Он даже Гонконг, класс. Многое будет пролетать мимо ушей. Чем больше вы сможете записать, тем больше у вас отложится. Я всегда все записываю, потому что если я не запишу, я забуду. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас, если у вас еще нет блокнотиков, потратили эту минутку и взяли блокнот и ручку, либо открыли телефон и приготовились записывать. У нас с вами сегодня 45 минут вместе, поэтому будем двигаться быстро. В конце у нас для вас денежный сюрприз, поэтому те, кто хотят добежать до конца, получат в конце классную плюшку. Мы для вас подготовили несколько пунктов. Мы пройдемся по каналам маркетинга, каналам продаж, построению аудитории, поиску инвестиций, технологии будущего, которые помогают продвигать бренды вперед. И перед тем, как мы опустимся в нашу сегодняшнюю программу, я хочу вам представить Викторию. Виктория, как ты пришла в мир фэшн? Всем привет. Я думаю, что тут есть те, кто уже знаком, кто-то с нами ездил в туры, кто-то занимался со мной в рамках Тавриды. Поэтому вот Даша, допустим, да, с тем, с кем вы уже знакомы, вообще еще раз привет. Кратко о себе. Я вообще не из мира фэшн, а занималась больше всегда образованием и бизнес-программами. И в один прекрасный день, лет шесть назад, ко мне пришел запрос на аналогичные программы, которые мы делали по бизнесу в Кремниевой долине, сделать для фэшн-индустрии. И так родилась компания Fashion Innovation. Шесть лет мы занимались организацией бизнес-туров в Нью-Йорк, Милан, Париж, Шанхай, Сеул. И помогали фэшн-предпринимателям находить пути для развития в новых странах, либо же усиливать уже свои бренды на месте. И в период пандемии мы запустили ряд образовательных проектов. Один – это саморелист, это фэшн-блогер. Это о том, как быть фэшн-инфлюенсером. И стали помогать переносить уже такие рабочие инструменты образования для фэшн-предпринимателей, для того, чтобы они запускали свои бизнесы успешно. Потому что, что я поняла, будучи не из фэшн, а больше занимаясь всегда бизнесом, что в креативной индустрии не хватает немного именно той структурности подходов, методам, по которым, законам, по которым строятся бизнесы. Это как скелета человека, чтобы он ходил, нужно, чтобы было определенное наличие костей построения. Тогда он пойдет. Соответственно, какой бы мы бизнес не запускали, будь то фэшн или другие бизнесы, есть некий определенный фундамент и кирпичики, которые необходимы, чтобы были, для того, чтобы дом был построен. Мы можем менять потом кирпичи на что-то другое, но некая такая основная структура должна быть. Вот поэтому это моя миссия, наверное, помогать, простраивать эту структуру для того, чтобы бизнесы начинали приносить прибыль и доходы. Расскажу про себя. Последние 10 лет я в мире стартапов и технологий. С фэшном меня знакомят больше и больше Вика и наши дизайнеры, с которыми мы работаем сейчас. Из мира технологий, из мира стартапов мы привносим фэшн, инструменты роста, инструменты привлечения инвестиций. Я строила несколько компаний с нуля, иногда с инвестициями, иногда с нулевым бюджетом, поэтому я прекрасно понимаю эти ранние этапы построения бизнеса, и вы удивитесь, насколько построение фэшн-бренда похоже на построение стартапа. У вас ограниченные ресурсы, все горит, высокая конкуренция, много стресса, но при этом много страсти и желания воплотить свою мечту в жизнь. Поэтому наша свеклая задача – это дать вам инструменты, которые вам помогут воплотить вашу мечту в жизнь и построить все-таки прибыльный, успешный бизнес в фэшн-индустрии. Поэтому давайте начнем. Наш первый блок, который хочется посвятить вопросу, который лично я задаю каждому человеку, с которым встречаюсь, особенно человеку, который пытается построить или уже строить бизнес, это «А зачем ты это делаешь?» И ответом на вопрос «Зачем?» обычно является миссия. Миссия и ценности компании. И обычно предприниматели начинают с того, что создают продукт. Им хочется как можно быстрее добежать до красивой одежды, красивого аксессуара, что-то, чем можно похвастаться, выложить в Инстаграм и так дальше. Но они забывают про основу того, вокруг чего должна строиться компания. Любая успешная компания очень хорошо не только знает, но и интегрирует свою миссию и свои ценности в каждый процесс, продукт в своей компании. И сегодня с вами я хочу сделать очень простое упражнение. Это упражнение я лично в своем бизнесе делаю, ну, наверное, каждые 2-3 месяца. Я возвращаюсь к миссии, возвращаюсь к ценностям и смотрю, как мы можем еще глубже интегрировать нашу миссию во все наши процессы. Поэтому с вами сейчас, прямо сейчас в интерактивном формате я хочу помочь вам написать вашу миссию. Наверняка вы уже о ней думали. Поэтому разобьем его на блоке. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прямо сейчас писали это в чат. И мы посмотрим и вдохновимся миссиями друг друга. Итак, первый блок. Миссия – это одно предложение, которое охватывает целостно все, то, что изменение в мире, которое хочет сделать ваша компания для определенной аудитории. Итак, я хочу. Первый блок. Мы с вами пишем в чат. Я хочу сделать. Здесь в пробелах мы пишем, что вы хотите сделать. Изменить, вдохновить, помочь. Какие еще могут быть варианты? Привнести любое ваш глагол, который вы хотите сделать для определенной аудитории. Итак, аудитория. Про аудиторию у нас сейчас поговорит Виктория чуть дальше. Мы с вами пока напишем то, как у вас сейчас это есть в ваших головах. На какую аудиторию вы целитесь? Кто ваш целевой покупатель? Здесь мы пишем этот целевой покупатель. Например, если наша «я хочу помочь женщинам-предпринимателям». Да, я хочу помочь женщинам-предпринимателям. Либо молодым женщинам, либо молодым мамам, либо людям, живущих в занятых городах, либо пожилым людям. Любая аудитория, на какую вы ориентируетесь. Здесь дальше. Достичь. И здесь какое-то изменение. Достичь, получить, может быть, немножко другое слово. Получить изменения. Изменения может быть, например, почувствовать себя уверенно, носить удобную одежду, приходить на бизнес-встречи и чувствовать себя просто как супер-вумен-предприниматель. То изменение, которое вы хотите достичь вашим продуктом, вашим брендом через. И здесь мы описываем в двух словах продукт. Итак, продукт. Продуктом может быть одежда, аксессуары, удобную одежду, яркие аксессуары, качественные ткани. Здесь может быть несколько пунктов. То есть, что именно вы привносите. Так, это в целом все. И я хочу вам сказать, что вот это... Мы с вами сейчас потратили на это буквально две минуты. Я надеюсь увидеть в чате ваши миссии. Давайте, девчонки, делимся, делимся. Я знаю, что здесь у нас есть даже девочки, которые уже делали это упражнение. Например, Татьяна. Так, я хочу вдохновить женщин одеваться удобно, но элегантно. Класс, замечательно, Камила. Спасибо, что поделились. Чудесное начало. Я вам в двух словах скажу, что я работаю точно так же с бизнес-коучем. Ну, мой коуч, что очень дорого, к счастью или к сожалению. И даже с этим бизнес-коучем мы с ним постоянно возвращаемся к моей миссии, уточняем ее и делаем ее более цепляющей. Нужно сделать так, чтобы когда я ее читаю, у меня аж мурашки шли по коже. Поэтому то, что мы сейчас с вами пишем, это такой классный черновик. Так, Даша пишет. Я хочу помочь людям быть оригинальными и проявлять свою креативность через одежду. Замечательно, Даша. Класс. Очень круто. Супер. Дальше обычно, после того, как мы определяем с вами миссию, мы пойдем в ценности. Ценности – это несколько ключевых ценностей, которыми живете вы, ваш бренд, ваша команда, ваша компания и чаще всего ваши потребители. Большая тема, но если вы напишите даже 3-4 ценности, ключевые ваши, ценностями может быть sustainability, это, например, то, что мы используем материалы, которые не разрешают планету. Ценностью может быть прозрачность, может быть ценность, сори, честность. Для каждого этот набор ценностей будет свой, но чем проще и точнее они описаны, тем легче вам будет вокруг этого, этого скелета наращивать все остальное. Поэтому давайте пойдем дальше. Мы пойдем в аудиторию. Виктория. Так, говоря про аудиторию, наверное, нужно начать не с аудитории, а с того, что хотелось бы еще раз напомнить, что бренд, когда вы говорите про свой бренд, это не продукт. То есть если у вас уже есть платье, я думаю, те, кто занимались, это уже тоже слышали с нами, и я всегда в этом как бы выражаю, что бренд — это не логотип, это не имя, это не брендинг, это не сайт и не реклама. Дальше. Бренд — это обобщение, восприятие и отношения с клиентами, которые мы можем строить, используя все каналы, которые есть для того, чтобы построили, и потом каналы коммуникации, которые мы выстраиваем. Для того, чтобы это сделать правильно, нам необходимо знать свою аудиторию. Итак, есть четыре типа сегментации. Это демографическая, поведенческая, психографическая и мотивационная. Можно следующий слайд? Когда мы говорим про демографическую и физическую, мы высказываем просто географию, то, где он живет, как он работает, это человек, это все про него. И оно относится к поведению больше. Что люди делают? Ходят на работу, есть дети, есть бизнес, она занята и так далее. Это мы описываем. Когда мы переходим в более интересное описание аудитории, такие как психографические и мотивационные, если вы посмотрите на картинку, есть такой айсберг. То есть, когда мы говорим про демографическую и психографическое описание, то мы говорим про верхушку айсберга. Это то, что и так мы видим, и то, что люди делают. Когда мы говорим про мотивационное и психологическое описание, то мы говорим про их нужды, потребности, страхи и мотивацию, почему они это делают. Соответственно, сейчас у меня к вам такое маленькое тоже задание. Опишите, пожалуйста, аудиторию, на которую создан ваш продукт, ваш бренд, который вы планируете строить. Возможно, используя, если вы сможете, вот четыре типа описания. То есть, демографическое, это где он живет, сколько зарабатывает, что он делает, как он работает, как он проводит время. И используя психографическое и мотивационное. То есть, а почему он это делает? Какие у него есть страхи и потребности? И что им движет, в принципе, по жизни? К чему он хочет прийти? Есть у нас первые, кто сможет поделиться. Хорошо, вы можете написать своими словами ту аудиторию, которая у вас есть, и я помогу понять, что еще можно было бы использовать при выборе аудитории. Напишите аудиторию, для которой создан ваш бренд. Так, нету, да, желающих? Испугались, испугались. Надо проще объяснить. Давай возьмем один пункт. Да, давай возьмем один, как задачу один пункт, или еще раз объяснить один пункт? Я думаю, просто один способ описания. Смотрите, к примеру. Я создаю платье для женщин, которые живут в мегаполисах с заработком 500-600 долларов в месяц. У нее там есть, не знаю, ребенок и еще ипотека, которую она как бы выплачивает. При этом она считает, что она, и она занимается такой бизнес-работой, но при этом она склонна к творчеству, любит выставки, креативные мероприятия. И ей важно показывать, будучи даже на работе в бизнесе, что она сопричастна к творчеству. Давай возьмем, Галина написала. Люди, живущие в Москве, возрастом 19-40 лет, преимущественно работающие удаленно. Галина, класс, спасибо. Вик, разберешь? Да, смотрите, это здорово, что мы уже знаем, что они живут в Москве. Это есть как раз таки и возрасте 19-40 лет. Это есть демографическое описание, какое сразу что выделяется. Когда мы берем диапазон слишком широкий, 19-40 лет, то уже это слишком широко. И для единого описания это не очень хорошо работает. Почему? Потому что когда мы будем опускаться дальше по мотивации и по потребностям, то в 19 и в 40 лет эти потребности могут быть абсолютно разные. То есть мы, что тут здорово? Мы знаем, что они преимущественно работают удаленно. Чего не хватает в этом описании? Нам не хватает их увлечений и чего они хотят. Возможно, удаленно работают на каких... Чем они занимаются? Это дизайнеры, либо это программисты. Какое их окружение? Как они проводят, возможно, свой день? За кем они следят из инфлюенсеров? Какое кафе они любят? Какой стиль они предпочитают? Потому что 19 лет это, возможно, уже будет то самое прогрессивное новое поколение. А в 40 лет это может быть просто разработчик или, если удаленно, или, я не знаю, или бухгалтер, который слушает по утрам, получает Аллу Пугачеву и любит цветочки. То есть когда мы говорим про аудиторию, то нужно глубже опускаться вот по этим потом как, что они любят. То даже не то, что сразу про себя, что данные, которые мы поставим в таргетинге, а то, чтобы понять самого человека и как он живет. Давай посмотрим, Даша написала. Моя аудитория — это 18-35 лет, представители креативных индустрий, которые работают в мегаполисе, живут своей работой и проектами, и заработок от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Эти люди сами создают культуру и хотят быть некими персонажами. Для этого им нужна необычная одежда, подчеркивающая аутентичность. Классно, Даша, спасибо. У нас учеба на Тавриде. Да, вот, у Даши есть уже, мы видим икор, видим потребности, и уже понимая эту аудиторию, нам будет проще искать места, где такая аудитория бывает, да, что она любит, зачем она может следить. Из этого уже подбирать даже для, скажем так, следующие каналы, которые нам будут нужны в продвижении нашего бренда. Значит, смотрите, после вебинара, кто захочет, вы можете написать мне, я могу поделиться более развернутой информацией, презентацией, где описывается, как вам прорабатывать каждый из пунктов. То есть для того, чтобы правильно работать с аудиторией, вы должны не останавливаться, то есть вот первые два демографии поведения, это очень поверхностно, и оно вот как раз из-за этого случаются ошибки, и люди не получаются продвинуть свой бренд правильно, потому что нужно опускаться на уровни ниже, затрагивая их мотивацию. Про людей, то есть что они любят, как они делают, чего им не хватает, и тогда ваш продукт, он должен быть решением их потребности. Давай следующий слайд. После того, когда вы простроите вот такую аудиторию, да, я говорю, напишите обязательно мне, можете там в Инстаграме, либо нам на почту, я отправлю, как прорабатывать. Значит, вы строите, Настя, а у меня сейчас… Ой, извините, это я, да. Вы строите такую… в России говорят о платформе бренда, в Америке это называется Brandhouse, тоже кто проходил у нас учебу либо в Турак, либо на Тавриде, знают, уже знакомы с этой конструкцией. Что вы создаете? Тут есть три основных таких столпа, где маркет – это рынок, категории, в которой вы работаете, и ваши конкуренты, что вас окружает, с кем вы конкурируете. Ваш бренд, все преимущества, которые в себе содержит бренд и его отличительные черты, как раз на основе миссии, про которую говорила Настя. Вы также сюда это прописываете. Люди. Тут как раз все про аудиторию. Есть потребительский инсайт. Потребительский инсайт – это такая как бы скрытая правда, скрытый мотив людей, что они на самом деле хотят. То есть, смотрите, тут не про вас в этой колонке, это про вашу аудиторию, про их именно потребности и нужды. Ну и таргет в целом, да, рынок, на который вы… то есть есть инсайт, вы выписываете это и в потребности, и аудитория сюда уже может сказать как раз как демографическое описание в том числе. Вы пишете свои бизнес-амбиции и бренд-амбиции по бизнесу, то есть то, к чему бы вы хотели прийти в течение 3-5 лет, бренд-амбиции, как бы вы хотели, чтобы бренд воспринимался на протяжении этих 3-5 лет. Дальше, вот наверху есть крыша такая бренда, да, это большое видение. Как раз оно формируется из вашей миссии. Вы хотите стать вот через миссию, которую вы прорабатываете, быть решением в, не знаю, в креативных… Креативное решение для сильных… Которые будут выходить, чтобы ваш бренд стал вот таким… Так, извините. Там, как колокольчик, да, детей убивают. Так, Марк. И архетип. Есть 12 архетипов психологических, это то, как вы хотите, чтобы восприниматься. Когда вы строите, прописываете себе эту табличку, то вам становится понятно и для кого вы работаете, и то, какой есть ваш бренд, как интегрирована миссия во всю эту коммуникацию. И после этого вы можете переходить к построению как раз тех самых каналов, подбору, каналов продаж и стратегии, маркетинговой стратегии, которая необходима. Но пока у вас этого нет, нет миссии, нет вот этого брендхауса, ничего такого понимания аудитории, приступать к следующим шагам, оно становится неправильным. Ошибка, вот сколько мы… Более пяти брендов, дизайнеров мы сопровождаем в Америке, уже, наверное, более семи. До этого на протяжении шести лет, сколько я занималась организацией бизнес-туров, примерно одна и та же проблема, которая наблюдается у всех дизайнеров. Создается продукт, просто продукт, и дальше начинается набор каналов, каких-то точечных. Соответственно, нет связки логической, вот это вот то, о чем мы сейчас говорили первые 20 минут с Настей. И, соответственно, подобранные каналы, инструменты не работают, они просто тратят уже время, деньги, ресурсы от дизайнеров, но не приносят желаемой прибыли, потому что они подобраны нелогично к тому домику, который вы строите, а они просто как набор инструментов, которые вот в небо по воробьям из пушки. Давай следующий слайд. Есть основные каналы продаж, которые вы уже можете подбирать, когда вот вы поняли, что, допустим, наша аудитория такая-то, ее ценности. Очень еще раз хочу подчеркнуть вам про ценности и про проблемы и страхи, которые есть у вашей аудитории. И что ваш бренд, ваш продукт, он должен помогать решать задачу аудитории, будь то выглядеть стильно, будь то выглядеть после родов хорошо, будь то инновационно выглядеть, будь то смесь, донести ценности, что это сопричастность к арт-культуре. То есть ваш продукт, ваш бренд должен помогать решать задачу аудитории, а не потому, что у вас есть продукт, который вы пытаетесь, чтобы купила аудитория. Таким путем не сработает ни один из каналов. Он сработает, но очень мало, это не про построение бренда и не про долгосрочную стратегию. Итак, когда вы определились с первыми тремя шагами, вы начинаете подбирать каналы продаж. Есть, сейчас существует вообще такой вот как тренд в целом мире, фиджитал. Фиджитал – это сочетание в себе физического и диджитал, то есть цифровых каналов. На данный момент нам всем известны физические каналы, такие как поп-ап, магазины прямые, да, это то, что физически, где можно прийти, потрогать. Сюда относится организация транк-шоу, сюда относится организация мероприятий, либо участие в мероприятиях, фестивалях, маркетах и так далее. Большой акцент, что подбор каналов должен быть релевантен ценностям миссии, которую вы выбрали для бренда, и вашему бренд-хаусу, который вы простроили. Если вы выбираете магазин, который работает с абсолютно другой аудиторией, либо несет в себе другую миссию ценности, то продаж в этом магазине, даже если вы туда встанете, не случится. Если вы идете на фестиваль или маркет, где по концепции оно нерелевантно, не сходится с вашей миссией, с вашей концепцией, с вашим бренд-хаусом, то участие в этом мероприятии, кроме того, что вы заплатите арендную плату, вам не принесет ровным счетом ничего. Итак, это вот большой прям акцент, на что я прошу уделять внимание и особо тщательно выбирать. Дальше, из Web 2.0 у нас уже существуют маркетплейсы, у нас существует работа с инфлюенсерами, у нас существуют фиджитал-пиар-шоурумы, которые работают как физически, работают с селебрити, так они покрывают и цифровой мир, то есть мир инфлюенсеров. Сюда относятся байерские шоурумы, сюда относятся и построение ваших прямых продаж, это онлайн-ресурс, это ваш веб-сайт, ваш Инстаграм-канал, ваш Пинтерест при необходимости, то есть подбор даже тех же социальных сетей, которые будут необходимы именно вам, он выходит не потому что, то есть не нужно делать, грубо говоря, сразу же Инстаграм, потому что там делают все, если ваша аудитория это нерелевантно, если по ценностям, которые вы несете, Инстаграм как бы не доминирует, то его не обязательно использовать, да, то можно использовать Пинтерест, может быть, кому-то нужно использовать Одноклассники или ВКонтакте, либо LinkedIn, то есть подбор уже социальных сетей, он также выходит из проработки вашей миссии и стратегии. Следующий слайд. Так, девчонки, я хочу вам еще сказать, что если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите их в чат, в конце вебинара мы ответим на столько вопросов, насколько сможем, поэтому пишите. Вик, я хочу тебе задать сразу вопрос по этому слайду. Вот я думаю, девчонки сейчас такие сидят и думают, блин, ну вообще обалдеть, да, мне тут сказали 8 или сколько у нас там каналов продаж, и что делать, куда бежать? Как бы ты посоветовала, с какого канала начать? Да, я бы посоветовала начать элементарно со своего интернет-магазина, либо витрины, даже до… Сейчас просто легко делать все сайты, да, это нетрудно сделать его там на… В России тильда, в принципе делают что-то типа, как в Америке есть Shopify, либо же даже просто, когда у вас созданы сэмплы, несмотря на какой стадии находится бренд. Вот просто для старта, иногда достаточно социальных сетей, то есть, но та социальная площадка, социальные сети где, которая релевантна вашей аудитории. То есть, если ваша аудитория там релевантна на Инстаграм, то это может быть Инстаграм, плюс там продажи, которые, да, инструменты для продаж там интегрированы. Если это Facebook, в принципе, Facebook, Инстаграм — это одно, и Facebook тоже там запускает свой магазин. Это может быть Facebook, если это одноклассники с аудиторией, да, там постарше, то это может быть там. То есть, это тот ресурс, который есть у вас, и где вы тестируете прежде, чем вы идете куда-то, вот ту аудиторию, которая доступна вам. Дальше я бы советовала молодым брендам, да, тут опять зависит от концепции, от миссии и ценностей, на каком этапе вы есть, но хорошо, очень хорошо работают транк-шоу, хорошо работают поп-апы, хорошо работают маркеты. И неплохо, по крайней мере, в Европе и в России работают фестивали, в которых также есть зона маркетов. Это то, что физически. Чем хорошо участие в таких, как бы, да, ивентах, либо в таком ключе? Вы сразу видите аудиторию, вы можете собирать обратную связь, вы подсказываете, как бы, к себе утверждаете теорию, да, о том, что вот ваша аудитория такая-то и любит то или иное. Дальше, следующий шаг. Очень хорошо работает работа с инфлюенсерами. Но работа с инфлюенсерами должна быть построена, то есть я вот от многих брендов слышала, вот мы и начали работать с инфлюенсерами, это нам не дало ничего. Не дает ничего, если подобраны инфлюенсеры неправильно. Даже мини-инфлюенсеры, там, не знаю, 3-5 тысяч человек, да, фолловеров, они могут вам давать продажи очень хорошие, да, и целевые. Тут опять идет момент про проработку и подбор тех самых правильных инфлюенсеров, которые с одинаковой или с созвучной миссией ценностями, и не миссией, а ценностями, да, которые есть у вашего бренда, потому что миссия у инфлюенсеров будет явно другая, но ценности, они должны быть с вашим, как бы схожи с вашим. И если они вписываются в вашу платформу бренда, в ваш бренд-хаус, то работа с инфлюенсерами сейчас одна из топовых, и это то, куда, ну, очень хорошо, да, там, свой фокус и начинающим брендам с чего начинать. Давай спросим у девочек. Девочки, напишите в чат плюсик, кто уже продается, минус, кто еще не продается. Давайте посмотрим, где вы. Минус, ага, Ольга, еще нет. Кто где? Минус еще не продается, плюс уже продается. Галина еще нет, Даша еще нет. Ага, хорошо, значит, у нас много девчонок в начинающих стадиях. Замечательно. Ты говорила, что у тебя, по крайней мере, твоя цифровая одежда уже продается на трассы все. Ну вот, класс, давай идем тогда дальше. Наши каналы продаж будущего. Да, итак, приходим к каналам будущего. А, Камила, вот, а кто-то продается, какие из каналов вы используете? Поделитесь, пожалуйста. Камила, шоурум. Да, шоурум – это вот хорошие физические. Просто я там еще не дорассказала, что еще как раз следующим шагом. Хорошо выбираем шоурумы, разные условия, да, и маркетплейсы. В маркетплейсы мы идем тогда, когда у нас уже есть обороты. Мы можем, потому что многие маркетплейсы требуют уже, чтобы у них на складе, да, хранилось. То есть, что у нас есть оборот для хранения. Либо подбираем маркетплейсы, которые могут работать под запросы. Потому что когда-то был бум, что все побежали на Wildberries, ну, на большие такие маркетплейсы в России. И много историй было, как в итоге бренды полностью банкротились. Почему? Потому что нужно было отшить огромнейшее количество продукции, которая не протестирована, она не спозиционирована. Нужно понимать, что на тот же Wildberries идут либо за конкретным брендом, да, либо, ну, как бы им наоборот без разницы, что за бренд. Соответственно, очень такая размазанная аудитория самой площадки. И Wildberries делал, помимо этого, большие скидки без согласованности с дизайнером. И нужно учитывать, что молодой дизайнер, я думаю, вы с вами согласитесь, у вас себестоимость одной продукции никогда не сможет поспорить с тем, кто у кого свое производство, да. Соответственно, по цене вы никогда не сможете выиграть. И у вас не должно быть задачи завоевывать рынок от того, что вы дешевле. Вы должны завоевывать через ценности вашего бренда. И тогда будет ваша аудитория. Соответственно, вот маркетплейсы, с ними нужно быть аккуратным, их нужно выбирать, как бы, по аудитории, да, и по правилам, которые дают, чтобы оно не утопило вас там преждевременно. Итак, мы сказали, что есть физические, есть digital, как Web 2.0. Это что значит? Что значит Web 2.0? Это сайты, это контент, который создается пользователями, то есть все соцсети, которые мы… То есть нам привычный и знакомый интернет нам здесь и сейчас. И есть то, что сейчас такое маленькое будущее уже… Для кого-то это будущее, для кого-то это уже реальность. Это Web 3.0, по крайней мере, вся долина и, наверное, продвинутая часть, скажем так, сообщества, да, уже пользуются активно. Web 3.0 – это интернет, который построен на технологии блокчейн. Это децентрализованный интернет, который открывает огромное количество для как раз креативных индустрий. В принципе, всю экосистему Web 3.0 поддерживают как сама технология, которая помогает делать децентрализованный интернет, так и сюда относятся искусственный интеллект, виртуальная реальность. Это вот все то будущее, которое наступает незаметно и которое открывает ряд возможностей инструментов. Девочки, кто слышал термин «metaverse»? Давайте в чате плюсик или минус. «Metaverse» слышали, не слышали? Мне прямо аж интересно. У нас сегодня такая классная аудитория, одни девчонки. Я тут, наверное, самый большой нерд из всех. Кто слышал «metaverse»? Идея «meta-вселенная». Да, «meta-вселенная» на русском, наверное, «meta-вселенная». Класс, Даша слышала. Но я даже… Интересно, откуда Даша слышала. Потому что она уже создает часть продукции для той самой «meta-вселенной». Да, Даша молодец у нас. Смотрите, девчонки, да, просто вам немножко сегодня расширить ваше сознание. Мы сейчас вот здесь все сидим в физическом пространстве, наше виртуальное пространство. Смотрела NFT-конференцию, класс. Я, кстати, буду делать через неделю у себя в Инстаграме лайвстрим про NFT и как на них можно зарабатывать. Так что, если что, идите в Инстаграм, у нас все реводом. Вика, Виктория у нас тоже скоро начнет про NFT много рассказывать. Поэтому Викторию, если кто еще вдруг ее не фолловит в Инстаграме, обязательно пойдите. В двух словах, вам закинуть картинку будущего. Сейчас мы все сидим в физическом пространстве. Это вот здесь наш мир материальный, сделанный из карбона, и в этом мире мы носим карбоновую одежду. Вот у меня пиджак какой-то дизайнерский, даже не помню название бренда. Я его купила в Web 2.0. Web 2.0 – это расширение, это наш интернет, как мы его знаем сейчас, но Web 3.0 – это будущее интернета. Это будущее интернета, где существует своя виртуальная валюта, где существуют свои виртуальные персонажи. То есть мы уже с вами, на самом деле, живем и так, но большую часть нашего дня в Web 2.0. Если вы подумаете о количестве времени, проводимое в Инстаграме, я думаю, все признаются, что это минимум несколько часов в день. Так вот, Web 3.0 – это погружение еще глубже. Это когда мы с вами существуем уже в вире, живем через дополненную реальность, AR. У наших персонажей уже есть одежда в метавселенной, есть свои аксессуары. И уже сейчас есть диджитал-одежда, которую можно покупать. Один из таких проектов, например, Дрессекс, наши партнеры, наши друзья, Даша, основательница, очень классная девчонка. Вот, и там можно уже продавать вашу одежду, даже без того, чтобы ее отшивать вот на вот этом карбоновом уровне. Это тема для целого отдельного вебинара. Мы сейчас не будем в нее глубоко погружаться, а пойдем мы с вами... Будем, кстати. Что-что? Буквально через неделю, наверное, мы организуем вебинар, посвященный только этой теме. Да, и как можно там продвигаться, как-то можно зарабатывать и так дальше. Класс. Знакомые уже тоже продают 3D-одежду. Вот, пожалуйста, подтверждение. Подтверждение. Это уже здесь и сейчас. И наша с Викторией задача сделать так, чтобы вы были впереди всех. Иногда, ну, если вы сейчас посмотрите, например, на тех, кто классно вырос в Инстаграме, в Инстаграме выросли и те, кто туда зашли рано. И когда мы сейчас заходим туда, когда уже площадка занята, уже есть инфлюенсеры, конкуренция очень высокая, инфлюенсеры, другие бренды, нам получить аудиторию очень сложно и дорого. Но если вы сейчас будете одними из тех первых дизайнеров, которые научатся работать в Web 3.0, научатся зарабатывать, продавать, продвигаться, то у вас будет уникальное, уликально конкурентное преимущество, которое было у тех, кто присоединился в Инстаграм в 2013-2014 году. Супер. Я напомню эту мысль, да, то есть мы с моей стороны, мы не говорим о том, что все, забываем про все остальные каналы. Мы говорим о том, что при подходе и планировании мы используем и правильно использовать сейчас в реале развития вам в своей стратегии, использовать все возможности, которые есть в физическом мире, которые есть в Web 2.0, и заходить одними из первых и правильно интегрировать. Тоже почему мы возвращаемся к миссии и к ценностям, и опять к бренд-хаусу. Правильная интеграция, правильное использование этих каналов и инструментов, которые там доступны. Все, поехали дальше. Вика у нас, как всегда, так, чтобы все было четенько, чтобы четенько. Молодец. Да, девчонки, мы говорим о том, что есть здесь и сейчас, есть будущее, и важно найти вашу стратегию и правильный подход к вашему бизнесу. Поэтому давайте поговорим чуть больше про бизнес. Моя любимая тема – инвестиции и финансирование. Я вообще очень люблю деньги и очень люблю помогать другим людям до этих денег дойти. Мы с вами поговорили про то, как вам начать с того, чтобы построить прибыль, да, чтобы начать продаваться. Какие еще есть способы получения денег для вашего бизнеса? Есть два основных способа привлечения денег в бизнес. Один – это инвестиции, второй – это финансирование. Инвестиции – это тоже часть финансирования, но я хочу для вас это здесь разделить. Итак, какие могут быть типы и вообще зачем нужны инвестиции, и какой правильный тайминг привлечения инвестиций, либо финансирования. Инвестиции могут быть трех типов. Частные – гранд, краудфандинг. На самом деле, типов больше, но сейчас мы с вами поговорим про вот эти три конкретных. Инвестиции нужны для того, чтобы расширять бизнес. Иногда инвесторы инвестируют в бизнесы, в бренды, которые находятся совсем на ранних-ранних стадиях, когда у вас только идеи, у вас есть какая-то концепция, вы еще ничего не пошили, вы еще ничего не продали. Эта стадия в мире стартапов называется ангельская. Ангельские инвестиции. Ангельские инвесторы чаще всего, опять же, терминология из мира стартапов – это FFF, 3F. Friends – друзья, family – семья, and fools – дураки. Это только три типа инвесторов, которые инвестируют на стадии идеи. В мире стартапов это целая огромная категория людей на самом деле, и ангельские инвестиции, их очень сложно найти, но они существуют. И сейчас мы с Викторией и еще с командой, которую вы сейчас не знаете, но узнаете очень скоро, строим инструменты ангельского инвестирования в фэшн-бренды. Вы можете уже здесь и сейчас на самом деле получить ангельские инвестиции, если вы правильно подойдете к этому вопросу. Давайте поговорим дальше про инвестиции, нужные для роста. На стадии роста, когда вы получили первые продажи, это значит, что вы можете добежать до продаж. Это тот классный и правильный момент, когда можно идти за частными инвестициями, за грантом, либо за краудфандингом. Вы уже доказали рынку, что вы можете не только придумать идею, но еще и произвести товар. Этот товар может быть физическим, как мы с вами говорили про Web 2.0, да, продажи. Либо товар может быть виртуальным, если мы говорим про Web 3.0 продажи. И в этом случае вы можете прийти к инвестору и сказать, дорогой инвестор, смотри, я классный дизайнер, я классный предприниматель, я понимаю, какая у меня юнит-экономика. Юнит-экономика – это сколько стоит мой продукт произвести и за сколько я смогу его продать, и сколько мне стоит привлечь аудиторию. Вот такая у меня маржа. И если ты сейчас дашь мне, например, 10, 20, 50 тысяч долларов, то я смогу тебе вернуть в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше, желать вам в 10 раз больше, через 2, 3, 4, 5 лет. Вот это простое финансовое планирование, его можно сделать. Мы тоже, это тема для отдельного вебинара, поэтому сейчас сильно не буду погружаться. Грант. Гранты сейчас даются в основном молодым начинающим дизайнерам, которые работают в категории sustainability. Помогите мне перевести, если кто-то поможет, уже русские забываю. Все, что связано с продуктами, не загрязняющими нашу планету, из новых материалов, с новым подходом к производству. И вот туда вот. На это дает гранты United Nations, на это дает грант устойчивая мода. Спасибо, Даша. Даша, я к тебе обращусь за словарем перевода терминов английских на русский. На такие проекты дает инвестиция United Nations, сдают иногда государства, дают всякие секторы в определенных странах. Можно искать, все онлайн, все доступно, просто погуглить. Краудфандинг. Таврида, в том числе тоже. Таврида, да. Выдается грант, и я думаю, что ребят, которые с Таврида пришли, они в курсе. И как раз мы смотрели темы, на которые обычно дают и поддерживают. Да. Да. Дальше. Краудфандинг. Краудфандинг – это когда в вас инвестирует толпа людей, которые в вас верят и готовы поддержать ваш бренд. Обычно, когда инвестируют в краудфандинг, толпа, вы не отдаете часть своей компании, вы даете взамен, например, какой-то либо свой продукт, либо какую-то скидку на ваш продукт, ну, то есть какие-то плюшки и бонусы. Дальше. Дальше. Давай. Фэшн. Кто, в принципе, хорошо запускался, почему мне нравилось, и я призывала, сколько у нас потоков, когда училась, испробовать, в принципе, неплохой инструмент в чем? То, что вы делаете концепцию, показываете, что можете создать, и собираете, опять-таки, там очень важно прорабатывать миссию и ценности, которые у вас есть, да, оформление. Но, тем не менее, на Кикстартере, на Кис-Кис-Бум-Бум, да, это в европейские краудфандовая платформа, там порядка, наверное, ну, я смотрела за последние пару лет, наверное, около 10 брендов запустились, и от 20 до 80 тысяч долларов были подняты инвестиции и возвращались просто, потому что люди, такой условный предзаказ этой самой продукции, кто хотел бы это себе получить для себя. И добавлю большое, ну, как Настя это сказала, но я еще раз хотела подчеркнуть, потому что в мире фэшн существует такое понятие, что инвестор, вот где-то когда-то то ли легенда прозвучала, то ли какой-то рассказ, и я поняла, что так приятно в это верить. Но всем казалось, что вот я хожу такой творческий и классный, и тут вдруг я встречаю инвестора с большими деньгами, и он мне сразу дает много денег, и я начинаю творить и весь мир покорять. Психология инвесторов немножко другая, и так это не работает, мне кажется, Настя об этом сказала, можно еще раз подчеркнуть. Инвестиции, когда люди кладывают деньги с ожиданием получить прибыль, не менее чем вот доступные сейчас на инвестиционных рынках просто управление, там 20-30% годовых, это то, что есть, да, соответственно, вы должны показать, что вы более эффективный канал, инструмент для увеличения его денег, да. Вот очень-очень важный такой пункт, да. Вот, все, поехали дальше. Для того, чтобы нужно, для того, чтобы привлечь инвестиции, вам нужно как минимум три элемента. Вам нужно понять ваш питч. Питч — это то, как вы можете за одну минуту рассказать о вашем проекте, и почему в этот проект стоит инвестировать. Вам нужен питчдек. Питчдек — это презентация, в которой вы рассказываете. Это ваш такой мини-бизнес-план, обычно там 10 слайдов. Эта структура очень стандартная. Там говорится о рынке, о продукте, о решении, о конкурентах, о том, чего вы ищете, о том, почему именно в вашей команде нужно дать эти деньги. Питчдек — опять же, тема для отдельного вебинара. Я создала уже больше 200 деков для разных компаний, разных стадий, разных размеров, разных аудиторий, географий, и они подняли суммарно уже больше 80 миллионов долларов. Поэтому, поверьте мне, питчдек и то, как вы говорите, ваш питч — это две ключевых вообще момента, на которых нужно потратить время, иногда потратить деньги, чтобы увеличить ваши шансы на поднятие инвестиций. Еще вам такая, наверное, немножко грустная статистика мира инвестиций, но она на самом деле, на мой взгляд, очень… Знание — это сила. Итак, в стартапах, в мире стартапов, которые уже достаточно зрелая индустрия, инвестиции поднимают меньше, чем полпроцента компаний, полпроцента стартапов. То есть, переведем это на цифры, из 200 стартапов один успешно поднимет инвестиции. И это при том, что уже существует такая экосистема. Но как эти шансы можно увеличить? Шансы можно увеличить, если составить правильный питч, сделать правильный питчдек, нанять себе менторов, людей, которые вас помогут протащить через этот процесс, объяснить, как он работает, представить вас к правильным инвесторам, научить вас строить отношения с инвесторами и вообще понять всю психологию инвестирования, то, о чем сказала Виктория, потому что это совсем другое, чем психология продаж. Итак, и последнее — это платформа. Это то, что мы сказали. Платформа — это либо, если вы идете на краудфандинг, то это краудфандинговая платформа, это также, если вы идете, например, искать ангельских инвесторов, то, например, ангельская платформа может быть LinkedIn, либо вы можете начинать с ними общаться через Instagram, если у вас ваши потенциальные ангельские инвесторы находятся там. Либо это может быть платформа, может быть email, через который вы общаетесь с вашими инвесторами. Но если вы в своем бренде, в своей компании планируете привлекать инвестиции в следующий год, я вам хочу сказать, что начинайте уже сейчас. И начинайте не искать инвестиции, начинайте строить инвестиционные отношения. Это значит, что вам нужно построить отношения с человеком, вашим потенциальным инвестором, и рассказать ему про ваш бизнес, и показывать, как ваш бизнес и бренд развиваются со временем. Когда вы говорите, что я через месяц, например, добегу до продаж, да, у меня будет, не знаю, первые пять тысяч продаж долларов, и через месяц вы к инвестору возвращаетесь и говорите, дорогой инвестор, смотри, помнишь, я тебе говорил, что я сделаю пять тысяч долларов в продаж, и вот я его сделал, у инвестора в голове сразу включается такая галочка. Ага, этот человек умеет достигать своих целей, значит, нужно на него смотреть еще. И вот так со временем вы строите эти отношения, и в правильный момент можете попросить чек. Так, дальше. Виктория, хочешь рассказать? Я думаю, что можно, я просто хотела еще дополнить немножко про предыдущую тему, и дальше начнешь, может быть, ты, и я дополню. Что важно, потому что сейчас, давайте я спрошу вас, по наблюдению просто за дизайнерами обычно вообще либо все мечтают про такую классическую картинку инвестора, как я рассказала, либо задаются вопросы про инвестиции. Вообще, насколько вам тема инвестиций, она интересна? Давайте, плюсик, интересно, минус, не актуально. Мы не обидимся вообще никак, не переживайте. Плюс, Даша, интересно. Да, ну понятно, Даша у нас в крипте уже, в NFT, все понятно. Даша уже поняла. Да, вам на самом деле экономика будущего, экономика, в которой Галине интересно, три плюса. Экономика будущая для нас всех, для каждого из нас. Мы с вами одновременно креаторы, создатели, мы с вами покупатели, и мы с вами инвесторы. Поэтому чем раньше каждый из нас с вами научится быть крутым креатором и продавать свои creations, грамотно покупать то, что вы хотите покупать и находить, то, что вы хотите находить, и быть инвестором и привлекать инвестиции, тем более твердо вы будете стоять на ногах в следующие 20 лет. Да, вот это то, что я хотела сказать, потому что, возможно, многие либо смотрели сериал там только, не знаю, «Кремниевая долина», может быть, кто даже не слышал про это, да, и, возможно, эта тема немножко потяжелее. Что хочется вам еще раз подчеркнуть, то есть вот ту тему, которую мы сейчас закончили. Историю, что я просто хочу сшить 20 платьев, и у меня их никто не покупает, поэтому я пойду к инвестору, это не работает. Значит, нужно искать свою аудиторию, нужно дорабатывать дизайн, нужно искать каналы продаж, и как доносить вот ту миссию, ценности, да, и собирать свою аудиторию, делать продажи. Инвесторы в классическом бизнесе, когда я уже шью постоянно по 20 платьев, и вот, как бы я хочу инвестиции, он сработает тогда, когда у меня есть предзаказ от байерских шоурумов, от магазинов, которые готовы выкупить у меня эти, не 20, у меня было всего 20 платьев, по 100 платьев именно вот того, что я делаю, и у меня на данный момент не хватает своих мощностей, чтобы произвести, что мне для того, чтобы это произвести, нужно больше денег, за счет чего я смогу, может, понизить себе стоимость, да, единицы, и увеличить сам заработок. В классическом понимании, вот тут вы можете привлечь инвестиции. Дальше инвесторы просто, то, что вы придумали платье, хотите его, как бы, там произвести, не будет работать. Инвестор будет смотреть, либо, как я сказала, на расширение бизнеса, либо на нечто новое, что вы создаете, которое еще там вообще как для рынка новое, да, либо это на стыке с технологиями, либо вы становитесь больше, чем просто платье, да, а это у вас какое-то еще супер-приложение, которое решает ряд других проблем вашей аудитории. Почему мы возвращаемся к теме? Прознать свою аудиторию, знать ее потребности. Только тогда вы сможете найти решение, да, придумать решение для нее через свой продукт. Вот, то есть, чтобы не было такого, что мы, я, что, Настя, хотела рассчитывать, не подумали, что мы сейчас будем заниматься ангельскими инвестициями для отшива, там, просто платьев, которые там не покупаются. Да, нет. Даже то, что мы простраиваем сейчас, то есть, наша задача одна тоже вместе, там, с Настей, с коллегами, это простроить ту самую экосистему, которая есть в мире стартапов, чтобы были и инвестиции в индустрии моды. Но они не будут работать, вот как, говорю, что там. Завтра. Мало того, что завтра, а второе, то, что они не будут, потому что вы всеете платья, которые не покупают, да, и вот вдруг будут деньги. Это благотворительность. Да, это инвестор, это не спасатель. Инвестор, это не меценат. Инвестор, это, как Вика правильно сказала, человек, который хочет заработать деньги. И для того, чтобы он вам дал эти деньги, вам нужно ему показать, что вы знаете, как зарабатывать деньги через ваш продукт. И этому мы хотим вас и научить. И на этой ноте, да, давай ускоряться. Я знаю, что уже немножко, 7 минут over time, поэтому быстро вам расскажем, какие еще есть возможности, и еще через минутку вам дадим, я у нас, смотрю, почти все, почти все добегают до конца. Молодцы, девчонки, классно, держимся. Мы с Викторией основали Fashion Accelerator для того, чтобы помогать независимым дизайнерам расти, продаваться, привлекать инвестиции и выходить в App 3.0. Сейчас у нас начинается набор на следующую программу. Я вам в двух словах скажу про то, как это работает, какая стоимость, и что вообще может быть. Мы даем гранты, мы даем рассрочку. Цена 1500. Сейчас Accelerator длится 8 недель. Есть очень большая вероятность, что в следующем потоке мы его продлим еще. Немножечко. Вы работаете в группе, работаете с нами каждую неделю. Мы вам даем задание. То есть сейчас мы с вами пробежались по верхам. Наша задача сделать так, чтобы в течение Accelerator это не курс, это не теоретическая программа. Акселератор – это то, куда вы приходите и вместе с нами строите вашу компанию до такой стадии, чтобы в конце Accelerator вы могли активно продаваться, либо расширять свои продажи, либо даже, если вы готовы, то находить инвесторов. Для этого мы вам даем знания, менторство и инструменты, платформы, доступ к платформам, доступ к шоурумам, доступ к маркетплейсам, доступ к пиар-магазинам, доступ к онлайн-платформам, доступ к веб-3.0 платформам. И у нас с Викторией есть инструменты уникальные, которых на рынке у многих еще нет, которыми мы тоже делимся внутри нашего акселератора. Вик? Да, мы рассмотрим, что, если что, во-первых, там есть скидки для Тавриды, во-вторых, это может быть рассрочка и годовая. То есть кому нужно, пишите. Мы по… и гранты, да, то есть вы также подаете участие, мы рассматриваем гранты, то есть есть призовые места. Это про акселератор, поэтому у нас сейчас старт в октябре, второй набор в ноябре, и потом уже в следующем году только будет. Куда писать, Вика? Куда писать? Куда писать? На FashionOvation, либо можно мне в Инстаграм, можно мне на почту. Но у всех есть почта FashionOvation, можно писать туда, можно мне в Инстаграме. Я сбросила в чат. Супер. Ну, класс. Все. Итак, Итак, сюрприз. Да, девочки, мы вам сегодня рассказали про Web3.0. Мы с Викторией сейчас заключаем партнерство, становимся сооснователями одного из первых виртуальных Web3.0 маркетплейсов, где каждый дизайнер может находить свою аудиторию, находить своих инвесторов и продавать свои диджитал товары. И наша платформа сейчас раздает первых 10 тысяч монет молодым дизайнерам. Первые 100 дизайнеров получат по 1000 монет для того, чтобы продвигаться внутри этой платформы. И, естественно, мы хотим дать первый доступ вам, потому что вы здесь, вы с нами, чтобы вы были среди этих 100 дизайнеров. Поэтому, если вы хотите получить вход в будущее, получить деньги, которыми вы можете продвигать свой бренд внутри этой платформы, то напишите Виктории. Мы обязательно вам поможем туда добраться, зарегистрироваться, получить эти монеты и даже расскажем потом, как там внутри продвигаться. Вот. Сейчас вопрос. Напишите плюсик, у кого есть уже логбуки. Давайте. Плюс, у кого есть логбук, минус, у кого нет. Потому что будем понятно, что тогда нужно помогать создавать логбуки. Даша есть логбук. Даша у нас отличница. Молодцы. Да, логбуки – это одна из точек входа в платформу, поэтому, если у вас есть логбук, мы уже можем там буквально на этой неделе вам выдать эти коины. Для регистрации подходят, смотрите, там будет просто есть два таких направления. Когда у нас есть логбук и когда его нет. Когда есть, это проще. И можно старый. Как раз одно из решений для того, чтобы вы уже вкладывали креатив, время, деньги для создания старого. Вот его конвертируете, да. Можно уже получить некое value на NFT-платформе на том, что уже создано, а потом уже генерить новое. У кого нет, поэтому важно знать, у кого нет, то мы будем помогать как раз по пути, у кого еще логбуков нет, то, как их создавать, либо с чем заходить, для того, чтобы потом дойти до уровня. Потому что там есть разные опции для тех, кто уже является брендом, для тех, кто продается, либо не продается. Вот сейчас мне было интересно узнать вот среди нас 12 участников, кто присоединился вживую, у кого логбуки есть, у кого их нет. Хоть старый, может быть. У Камилы был, нам нужен новый, у Даши есть. Остальные девчонки, я думаю, сейчас после вебинара пойдут быстро делать и писать себе в Инстаграм. Виктория. Делать не надо, пожалуйста. Вот это как раз просто. Девочки, если у вас нет логбука, это не означает, что вы не сможете поучаствовать. Просто, когда будете мне писать, то пишите о том, что логбука нет. Давайте я вам там еще напишу сейчас личную почту, что если вдруг там у вас, не знаю, на рабочую, фэш-инновейшн, что-то не то, то вы мне напишите просто, кто хочет зарегистрироваться на NFT-платформе. И плюс мы все равно еще отдельный вебинар проведем про NFT, как это работает, для чего это надо, как это помогает физическому, потому что не оторванные от реальности что-то, многие там могут бояться, что что-то там. Это все то, что работает в комплексе, какой бы вы бренд не строили. Главное строить бренд. Все равно начинается с аудитории, с миссии, с ценностями, с вашего брендхауса, а потом уже все остальное. А потом уже все остальное. На этой чудесной ноте, девчонки, спасибо, вы просто молодцы от начала до конца. Виктория, спасибо тебе. У нас мы уже out of time, я думаю, нужно закрывать вебинар, девчонок отправлять отдыхать. Спасибо вам. Мы очень благодарны, что вы посвятили этот час себе, своему росту, развитию своего бизнеса, своих брендов. Мы вас увидим в инстаграмах, надеемся увидеть вас в нашем акселераторе, и надеемся помочь вам дойти до Веб 3.0 вместе с нами и добежать до продаж, инвестиций и воплощения ваших мечт. Все, будем на связи. Спасибо всем большое за этот час времени. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok